Всем привет! В этом видео я рассмотрю референсную видеокарту GTX 1080 от компании NVIDIA, а в скором будущем и остальные видеокарты от таких компаний как Asus, EVGA, Gigabyte, MCI, Zodac и прочих. Перед тем как начнем, хочу сказать пару вещей. Первое. Настоятельно рекомендую посмотреть прошлое видео с теоретической частью, если вы еще этого не сделали. Второй момент это полезный лайфхак для тех, кто хочет разбираться в партнерских и псевдопартнерских видеокартах. Есть хорошая компания EK Waterbox, занимающаяся созданием различных компонентов для жидкостного охлаждения компьютерных комплектующих. Так вот зайдя на сайт этой компании и переместившись в онлайн магазин, можно найти водяные блоки для референсных видеокарт GTX 1080, со страницей которой можно уточнить совместимость данного водоблока с конкретной видеокартой. И тут у некоторых может наступить конфуз. Так как на этой странице совместимости есть не только видеокарты GTX 1080 Founders Edition от различных брендов, но также ДВГ, SC Gaming, или Inno 3D Hercules 3NX2, и даже MCI Aero 8G OC. В общем, теперь вы точно должны понять, что такое псевдопартнерские видеокарты. И третий момент. Все видеокарты, имеющие название Founders Edition разных брендов, это все одна и та же видеокарта от компании NVIDIA. Итак, приступим к перемывать косточки референсной видеокарте GTX 1080 Founders Edition. Начнем с внешнего вида, а точнее с системы охлаждения, которая совмещает две функции. Внешний вид и отвод тепла от платы видеокарты. Прослеживается фирменный стиль компании NVIDIA, оформленный в футуристическом виде. Данная система состоит из радиатора и только одного вентилятора. Радиатор покрывает полностью все важные компоненты. Графический чип, память и элементы питания. Это значительный плюс для данной системы. Но в сам радиатор встроен вентилятор. А это значит, что данный вентилятор попросту сожрал ту часть радиатора, в которую с помощью тепловых трубок должно отводиться тепло от чипа. Сам вентилятор выполнен в виде нагнетателя воздуха и, будучи очень одиноким, не так эффективен, как 2, 3, а иногда и 4 вентилятора в системах охлаждения партнерских видеокарт. Под нагрузкой чип видеокарты сильно греется, и температура держится в диапазоне 80-85 градусов Цельсия. При этом уровень шума находится в районе 42-44 дБ, то есть вы можете отчетливо услышать гул вентилятора во время игры или работы в какой-то программе. В то же время партнерские видеокарты менее горячие, в среднем на 5-15 градусов и тише на 2-4 дБ. Будучи практичным человеком, я беру во внимание, в первую очередь, полезные свойства продукта, а не его внешний вид. Хоть данная система охлаждения справляется с поставленными задачами, но не так хорошо, как хотелось бы. Поэтому я ставлю 1 балл данной системе охлаждения из возможных двух. Для людей, которые любят тишину и большой разгон, проблема с неэффективной системой охлаждения решается при помощи жидкостного охлаждения. Различные компании уже представили свои решения для GTX 1080. Все водоблоки полностью покрывают основные компоненты видеокарты. Используя водяное охлаждение, вы ограждаете вашу видеокарту от перегрева, даже во время экстремального разгона. С ее помощью несложно добиться показателей температуры, не превышающих 60 градусов под нагрузкой. Кстати, устанавливая самостоятельно такой водоблок, вы не теряете гарантии. Но нужно помнить, что делать нужно все осторожно и по инструкции производителя водоблока. За такую возможность я ставлю в референсной карте 2 балла из 2. Перейдем к системе питания видеокарты. Из фото видно, что у данной видеокарты 6 фаз питания, 5 из которых предназначены для запитки графического чипа, а еще одна для памяти. Также вы видите одну нераспаянную фазу питания. Непонятно, почему Nvidia зажала еще одну фазу, но точно можно сказать, что если бы она была, то разгон видеокарты был бы лучше. Большое количество фаз питания гарантирует стабильную работу на повышенных частотах и большой потенциал в разгоне. Некоторые партнеры поняли данный факт точно буквально и сделали у своих версий GTX 1080 по 10, 12, 17 и даже 19 фаз питания. Раз мы уже коснулись темы разгона, то поговорим про него. Для чего вообще разгонять GTX 1080? Для вложения разрешения данная карта не обязательна и можно обойтись и GTX 980. В разрешении QHD данной карты хватает почти везде с головой. А почти во всех играх стабильный 60 плюс FPS. Разгон нужен разве что для разрешения 4К. Но на самом деле для 4К нужно брать дверь GTX 1080. Статистика говорит о том, что разгон на референсе упирается в частоту 2,1 ГГц. Но при этом вентилятор будет работать так громко, что вы не захотите это долго слушать. Зачастую разгон это ручное выкручивание оборотов вентилятора на 100%. Температура при этом будет такая большая, что со временем будут появляться артефакты все больше и больше. А сам вентилятор при таком режиме работы не проработает и года. Поэтому для видеокарты просто необходимо водяное охлаждение. Ну и на водянке. Без хорошей системы питания вы не продвинетесь далеко по разгону. К тому же вы должны понимать, что водянка это дорогое удовольствие. Достойная водянка для GTX 1080 будет стоить порядка 400 долларов. Это больше половины стоимости видеокарты. Но вы не получите и 30% прироста к производительности. Максимум 20. Проще уже найти 200-300 долларов и купить вторую видеокарту. О чем я уже говорил ранее. Вот тут вы действительно получите прирост производительности от 40 до 80%. В зависимости от оптимизации приложения или игры под свой режим. Вывод из всего этого простой. Даже несмотря на возможность установки жидкостного охлаждения, FE версия не подходит для значительного разгона из-за малого количества фаз питания. А водяное охлаждение нужно в основном для бесшумной работы и потенциального разгона, ограниченного частотами 2.1 ГГц. Оценивать баллами потенциал разгона FE версии или партнерских карт в будущем я не буду. Разгон она чистое везение и много гемора, который обычному обывателю не нужен. А вот за систему питания карточка получает 0 из 2. Поговорим про стоимость. Цена за карточку высока. 700 UE. За прошлый флагман GTX 980 просили 500 баксов. Хотя Nvidia обещала нам партнерскую цену в 600 долларов, но на деле мы ее не получаем. Она стартует в большинстве случаев с 650 UE. При этом партнерские видеокарты имеют 7.8 фаз питания, они более тихие и более эффективные. Так партнеры во многих видеокартах увеличивают частотой работы графического чипа. Тогда зачем платить больше? Исходя из этого я ставлю 0 баллов из 2. Ладно, закончим возмущение по поводу цены и поговорим непосредственно про работу видеокарты GTX 1080 FE. Здесь все хорошо и стабильно. Нареканий у пользователей на видеокарту нет. Те кто купил и установил водоблоки вообще в шоколаде. Во множестве современных игр, таких как Ведьмак 3, GTA 5, Tomb Raider, Battlefield, в разрешении Full HD видеокарта показывает 100 плюс FPS при отключенном сглаживании и 70 плюс при включенном. И только в некоторых играх FPS поседает до 50-60. Для разрешения QHD ситуация не сильно меняется и по прежнему во многих играх FPS 90 плюс при сглаживании и 50 плюс при включенном сглаживании. И только в некоторых играх FPS падает до 30. А вот с 4К начинаются проблемы. Высокий уровень сглаживания вообще не всем играм дает получить заветный 60 плюс FPS. А в некоторых играх FPS и вовсе в пределах 30 и 40. Поэтому и рекомендуется для 4К 2 GTX 1080. После такого понимаешь, что 4К все еще не совсем доступно. И нужно ждать новых Titan X или GTX 1080 Ti. В общем, за работоспособность можно поставить 2 из 2. Но сам уровень производительности по сравнению с предыдущим поколением видеокарт у меня не впечатлил. Я не говорю сейчас про GTX 980, а говорю про GTX 980 Ti или GTX Titan X. Кто-то скажет, так нельзя сравнивать, но только так и нужно сравнивать. Потому что стоимость GTX 1080 сейчас находится на уровне GTX 980 Ti, а не GTX 980. По сути нам продают чип той же производительности и по той же цене, но под новым соусом. А действительно новый чип нам будут пытаться впарить уже с августом месяца за 1200 баксов. А это уже наглость. Подведем итоги. Стоимость видеокарты запредельная. 0 из 2 баллов. Работоспособность 2 из 2. Система охлаждения 1 из 2. Система питания 0 из 2. Возможность установки водоблока и не потерять гарантию. 2 из 2. Итог 5 баллов. Что по 10 балльной шкале мало. Поэтому я не рекомендую брать референсные карты и лучше ждать более дешевые партнерские видеокарты, имеющие ряд преимуществ перед референсом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова